Всем привет! С вами подкаст Русского Дома. Подкаст о трендах, открытиях, достижениях и традициях русскоговорящего мира. Как развилась анимация в России и какие новые течения приобрела, сегодня нам расскажет директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Здравствуйте, Борис. Вы много лет в своей жизни посвятили работе с анимацией. Чем вы занимаетесь сейчас и прикладываете ли свою руку к проектам «Союзмультфильма»? На студии сейчас очень большой объем производства, гигантский темп. За прошлый год мы выпустили, если брать только наше сериальное направление, 300 с лишним эпизодов. Я в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с авторским кино и начинаю болеть им, поскольку это такая всегда достаточно проблемная часть и кинематографа в принципе, и в анимации ровно то же самое происходит. Это самое непредсказуемое направление, потому что это тот случай, когда авторы могут объяснить, что же они задумали, только когда кино уже готово. В отличие, скажем, от сериалов, от полнометражных фильмов, где работают большие команды, и ты заранее придумываешь проект так, чтобы можно было всем объяснить, чего ты хочешь добиться. Так что это совсем другая манера работы с материалом. У нас появилось очень много направлений деятельности в оффлайне, за пределами экрана. И наши персонажи с экрана сходят и на сценические подмостки, и превращаются в различные форматы шоу. Они превратились в тематические парки, например, как в Москве, в Казани, в детские клубы, потому что нам очень важно постоянно находиться в диалоге с нашей аудиторией. И вплоть до того, что мы занимаемся проблемами профессионального образования, потому что хочется определенных гарантий, что кто-то придет на смену и поможет нам дальше расширять наше производство. А можете назвать пять основных направлений того, как трансформировалась анимация к сегодняшнему дню? Ну, то есть какие-то тренды, может быть, появились, повторяется ли что-то из проектов в проект, или в каждом, может быть, задействованы какие-то уникальные технологии? Доминирующие, наверное, форматом стайла сериальная анимация. И это совсем другой подход к рассказыванию истории, потому что мы фактически начинаем не с того, что мы рассказываем конкретный сюжет, а мы придумываем некую вселенную, в которой возможны какие-либо сюжеты. Это цифровизация и производство, и способов демонстрации. Третье, наверное, то, что мы находимся в ситуации смешанного финансирования национального производства. Нельзя не говорить в этом месте про деньги, потому что это очень дорогой вид творчества. И мы живем в гибридной модели, где есть и частные инвестиции, и государственные субсидии. И мы говорим о том, что, не знаю, может, это относится все еще к третьему, а может, уже четвертый пункт. К тому, что анимационное кино крайне редко окупается, собственно, как кино. Это, опять-таки, приводит нас к тому, что мы начинаем выстраивать вселенные, какие-то очень сложные проекты. Частью этих проектов является создание фильмов. Да, крайне важной частью, той, которая формирует смысл, которая формирует лицо того, что мы называем брендом. Но не единственной и не самодостаточной. И, наверное, последнее то, что это расширяющаяся отрасль. Она масштабируется. Мне кажется, что анимация – это такой вот язык 21 века. Мы все начинаем говорить не только словами, но и картинками друг с другом. Так что это какой-то такой способ современного общения. И анимация востребована не только как способ развлечения, но и как средство самореализации. И мы видим по статистике очень серьезный интерес со стороны старшеклассников к тому, чтобы пойти изучать что-то, связанное с дизайном и с анимацией, например. То есть современный человек, он уже начинает разбираться в картинках гораздо серьезнее, чем предыдущие поколения. И мыслить именно этими категориями. И все это приводит к тому, что наша отрасль растет. В каких технологических направлениях будет развиваться российская анимация? Там 2D, 3D или motion capture, самый такой передовой? Или иные форматы, возможно? Мне кажется, что мы перевалили через хребет трехмера. Был период, когда, собственно, все то, что делалось в области коммерческой анимации, зрительской, ассоциировалось именно с трехмерными технологиями. И вся наша отрасль потратила годы на то, чтобы научиться квалифицированно работать именно с 3D. Но, собственно, вот любая мода, любое увлечение каким-то одним типом производства в данном случае приводит к тому, что кино начинает выглядеть чуть-чуть однообразно. И мы снова оказываемся перед проблемой, как сделать так, чтобы наше кино выглядело необычно. Еще 10 лет назад 3D, наверное, выглядело необычно. Сейчас это уже стало, наоборот, таким стандартом абсолютным. Уже само по себе это явление никого не удивляет, при том, что делать 3D не стало проще. Но зритель в этом смысле жесток, он не ценит наш труд. У нас есть и двухмерные проекты, их весьма много. И трехмерные, и есть проекты, делающиеся с помощью Motion Capture, и даже с помощью игровых бибежков, с помощью Unreal Engine. То есть это уже работа в виртуальной реальности в чистом виде. И, на мой взгляд, самый интересный результат появляется тогда, когда ты учишься смешивать эти технологии, и вот тогда получается что-то неповторимое. Вот вы говорили про авторские работы. Авторская и студийная анимация в России идут параллельно? То есть есть ли возможность какого-то симбиоза, и как вы его видите? Нужны ли авторам студии, и нужны ли студиям авторы? Мы живем в гибридной модели, по сути, уже сложно разобраться, где же сделано кино. Ты можешь начать делать свою дневную работу на студии, а закончить уже дома. И ты сам, никто другой не почувствует никакой разницы в методе работы. Но я уверен, что на самом деле нету никакой пропасти в этом смысле между авторским кино и индустриальным. На своем фильме и авторское кино, и индустриальное делается на одной и той же территории. Так что как раз, мне кажется, самое деструктивное – это проводить черту между людьми, которые должны работать в индустриальной анимации и в авторской. Наоборот, самый лучший результат достигают те, кто способен переключаться, потому что в этот момент ты растешь. Ну, сколько вы следите за звездными кадрами? Вот, например, Виталий Шушко с командой соотечественников сняли эпизод для анимационного сериала «Любовь, смерть робота». И есть ли в планах привлекать таких людей в свои проекты? Конечно, мы всегда следим, мы сами фанаты всех этих прекрасных проектов, и мы много оттуда, я думаю, черпаем как из источников вдохновения. И на самом деле мы всегда с радостью сотрудничаем с коллегами, кто имеет опыт работы за рубежом, с иностранцами. Так что, на самом деле, да, следим, по возможности, как минимум зовем на мастер-классы на студию, если кто-то готов делиться своими ноу-хау. Если кто-то готов присоединиться к команде, тоже с удовольствием, конечно же, привлекаем этих специалистов. Это очень интересный опыт, когда ты можешь оперировать опытом сразу нескольких культур, сразу нескольких вот этих индустриальных, в том числе, моделей, методов производства. Это очень интересно. Вот как раз-таки о таком сотрудничестве международном, грубо говоря. Российская анимация очень широко покупается по всему миру. Чем обусловлен такой успех? И как вы думаете, будет обстоять ситуация через 5-10 лет? Я думаю, успех заложен в самом феномене анимации. То, что это гораздо более универсальная часть киноязыка, чем кино, скажем, игровое. Потому что анимационные миры, они более-менее фантастичны. Даже когда они апеллируют к реальности, они все равно стилизованные. И это отключает наши стереотипы о быте. Анимация, во-первых, по большей части, и та анимация, которая для нас является экспортной, это анимация детская. Дети, в принципе, еще не обросли таким количеством стереотипов, чтобы самих себя ограничивать в восприятии окружающего мира. Им, наоборот, интересно познать новое. Лет 5 назад, наверное, мы стали уже достаточно активно выходить всей нашей индустрии на экспорт. И поняли, что да, мы делаем абсолютно адекватный контент. Потому что что происходило до этого, до того, как мы начали экспортировать? Мы находились на нашем собственном рынке, который был весь заполонен уже качественным контентом, который производили наши зарубежные коллеги. И нам нужно было войти на свой собственный рынок и занять какую-то его часть, предлагая просто качественный, актуальный для российских детей контент на фоне того, что уже есть многое из чего выбрать. И поэтому мы очень быстро обучились, как делать то кино, которое интересно зрителям. И дальше выяснилось, что дети по всему миру устроены более-менее одинаково. И теперь уже можно наше кино предлагать за рубеж. И, в общем, это одна из амбиций российской анимации, чтобы стать заметным экспортером. Вы уже говорили, что анимации — это большие деньги, но и окупаемость при удачном проекте тоже большая, особенно если уходить в мерч или бренд. Насколько для инвесторов и продюсеров это привлекательная история или государство остается пока что главным, основным инвестором? Государство является для нас важным источником софинансирования таких проектов, потому что всегда существует этап запуска, самый рискованный этап, когда ты должен уже потратить средства на то, чтобы сделать первые серии. Но ты вот еще не можешь никак прогарантировать, что зритель точно придет их смотреть. И это этап, на котором крайне важна господдержка. Она существует, и большая часть студии, мне кажется, ею научилась разумно пользоваться. И если бы не было вот этих денег, то, скорее всего, коммерческих денег тоже столько в индустрии не было бы. Для того, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры, сколь-либо ощутимую аудиторию, нам нужно снять очень дорогое кино. И количество зрителей, которое на этот фильм придет, скорее всего, все равно окажется меньше, чем количество денег, которое нужно, чтобы окупить это производство. Но если мы сделаем фильм дешевле, то не придет вообще никто. Вот такой выбор. То есть это такая погрешность, связанная с тем, как работает экономика. Мы с этим ничего не можем поделать. Это факторы, которые лежат за пределами кинематографа. Мир так устроен. И вот это несовершенство мира как раз закрывается то же самое различными формами субсидий. И какую-то часть денег, тем не менее, ты всегда должен найти на рынке. Это то, что заставляет нас постоянно держать руку на пульсе. То есть мы все время продолжаем думать о том, как устроен наш зритель, что наш зритель от нас ожидает, сколько зрителей может заинтересовать то или иное кино. Потому что в этот момент мы как раз просчитываем, сколько мы можем взять на себя обязательств перед инвесторами, у которых мы будем брать какие-то средства. То есть, подводя итог, мы видим, что индустрия анимации в России продолжает развиваться, имеет свои тенденции, особенности. И государство этому способствует. И она остается одной из ведущих. И многие в мире это признают. Мне кажется, что это устроено именно так. Другое дело, что хочется еще большего объема. Потому что, представьте, в нашей индустрии работает примерно 4000 человек. По каким-то таким данным. Они не стопроцентные, это не демографический срез. Но представьте, на 140 миллионов населения 4000 человек, которые обеспечивают весь этот сегмент анимационной культуры. Согласитесь, это не так много. И то, что мы себя называем индустрией, вот с точки зрения макроэкономики, таковой как бы еще не является. Нас слишком мало. Но внутри себя мы, да, очень индустриализированы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!